Всем привет! Эти и другие вибрируют при включении, это хорошо, можно включать на ощупь. Да, новый чип, преимущество конечно заметно. Рассмотрим корпус. Форма и силуэт корпуса остались почти прежними, но кое-что все-таки изменилось. Например, вот эти уголки в проушинах стали не такие острые. Во-первых, их теперь легче чистить, во-вторых, стандартные ремешки, которые не самсунговские, смотрятся теперь чуть лучше. Подход к цвету корпуса немножко изменился. Раньше между проушинами цвет был как окантовка вокруг стекла. Черный. Вот видите, между проушинами. А теперь между проушинами цвет такой же, как и остальные бока корпуса. Зона с датчиками стала более выпуклая, за счет этого часы стали чуть толще. Но когда они на руке, этого не заметно. Отверстие барометра стало чуть больше и появилась белая окантовка вокруг нижней кнопки. Сравним экраны. Сапфир и там и там. Диагональ одинаковая, полтора дюйма. У меня на экране стрелки одинакового размера, они позволяют убедиться в одинаковости экрана. Углы обзора тоже остались примерно одинаковые. Яркость тоже не изменилась. Максимально 2000 нит. Вот так они выглядят на улице на солнце. Характеристики великолепные. Экраны отличные. Смущает только то, что в новой модели никаких улучшений. Рассмотрим батарею. Емкость аккумулятора не изменилась. Как ни странно, время работы тоже не изменилось. Все таки, учитывая новый процессор, я ожидал чуть больше времени работы. Тип зарядки не изменился. Она осталась беспроводная. Скорость зарядки тоже не изменилась. Такая же быстрая. Но ложка дегтя все таки есть. Теперь часы не получится подзарядить от телефона, который умеет в обратную беспроводную зарядку. Шестерка, пожалуйста. А семерка начинает заряжаться, а потом пишет, сори, несовместимо. Возможность зарядки в выключенном состоянии оставили, но спрятали. По умолчанию эта возможность отключена. Но слава богу ее можно включить. При полноценной нагрузке часы проработают два дня. Если использовать Always On Display полтора дня. Как всегда. И микрофончик поближе, чтобы было слышно, как дребезжат корпуса. Вывод. Вибрация сопоставимая. Я бы не отдал предпочтение ни одной, ни другой модели. Мне кажется стоит один и тот же вибромоторчик. Вибрация хорошая. Ее на улице под одеждой будет слышно. В родном приложении Galaxy Wearable достаточно мало циферблатов. Бесплатных в маркете и того меньше. Конечно, всегда можно спастись циферблатами скачанными. Но старые циферблаты, которые подходили на шестерку какого-то лешего, стали несовместимыми. Я в новых циферблатах не нашел никакой такой уникальной и необычной функции, которой бы не было на шестерке. Может быть плохо искал. Но тем не менее, циферблаты с шестерки установить на семерку не получится. Способы установки остались прежними. 4 PDA Forum, беспроводная отладка и баг-джаггер – наше все. Рассмотрим аудио. Меня интересует реализация следующего простого сценария. Подключить к часам беспроводные наушники. Закинуть музыку на часы. Оставить телефон дома и отправиться на пробежку или прогулку с часами и с музыкой. И те и другие часы позволяют реализовать такой сценарий. Реализация просто лучшая на рынке. В родном приложении Galaxy Wearable музыку удобно как загружать на часы, так и выгружать с часов. Папки поддерживаются. Плейлисты поддерживаются. Поэтому по музыке и тем и другим часам огромнейший зачет. Всем остальным производителям нужно брать пример Samsung. Семерка интереснее звучит на полной громкости. Низов больше. А на маленькой громкости примерно одинаково. По тренировкам ничего не изменилось. Спутники находятся практически мгновенно. Озвучка тренировок на том языке, на котором работают ваши часы. Если на русском, то на русском. У меня сейчас на английском, на английском. То есть по тренировкам вообще ничего не изменилось. Мы сейчас пробежимся по уведомлениям. Я буду показывать это все, как работает на семерке. На шестерке работает абсолютно. Просто вот один в один. Близнецы и братья. Работает все четко. Итак, сообщение Viber. Экран активируется. Значок приложения есть. Имя отправителя есть. Все проходит. Нормальный цвет, не зеленый, как у некоторых производителей. Около 300 знаков пролазит. Отвечать можно смайликом, заготовками или с клавиатуры голосовым набором. Русский язык в том числе есть. Все прекрасно. Если мы отправим какую-то фоточку, фоточка тоже прекрасно пролазит. Работа с уведомлениями полноценно. Если вы уведомление с часов удаляете, удаляется сразу же уведомление из телефона. Отправляю фотку по телеграмму. Все прекрасно. Единственное, некоторые предъявляют претензию, что фотку увеличить нельзя. Вот ты на нее кликаешь, она никак не увеличивается. Вот, но что вы хотели. Точно таким же образом работают и вайбер, и телеграм, и ватсап. Я вам даже больше покажу. Мы посмотрим, как приходит письмо Gmail. А кроме того, мы еще посмотрим, можно ли на него ответить. Прямо с часов. Мы видим отправителя, мы видим тему письма, мы видим тело письма. Аж до подписи. Если письмо будет длинное, мы увидим полностью длинное письмо. А теперь мы на него сейчас ответим. Спасибо за такое интересное и подробное письмо. Мне было очень важно получить его прямо сегодня. И отправляем. Все, письмо улетело. И вот пришел ответ. Вот даже не знаю, что здесь сказать. Когда вышла шестерка, она отличалась от пятерки лучшим экраном, который был больше и ярче. А здесь экран не изменился, внешний вид не изменился, материалы не изменились. Да, конечно новый процессор. И часики все таки работают шустрее. Да, новые датчики. Но пока они не используются на полную мощность. Это обещают с будущими прошивками. Да, новая версия операционной системы. Но в чем разница? По обычным ежедневным использованием я отличий не нашел. Сначала о плохом. Часы Samsung по-прежнему выглядят и ощущаются как дешевая погремушка. По-прежнему от батарейки работают два дня. По-прежнему первоначальная настройка длинная и утомительная. Около 20 минут там что-то качается, думает, проверяет, опять качается. Теперь о хорошем. Часы Samsung по-прежнему остаются лучшими настоящими смарт-часами на рынке. Новый процессор показал себя хорошо. Прирост скорости работы заметен. Это обновление напрашивалось. Если вы обладатель Watch 5-44, их стоит поменять на семерку. Если у вас Watch 6-44, а тем более 6-47 и скорость работы устраивает, то на вашем месте я бы не беспокоился. На этом все. Всем спасибо, всем здоровья и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок